Силы обороны Украины оставили Авдеевку. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на субботу, 17 февраля, сообщил о выводе войск из города. Россиянам удалось окружить часть украинских сил и перерезать последнюю большую трассу, по которой осуществлялось снабжение. Что означает оставление Авдеевки силами обороны, смотрите в этом видео. Еще вчера третья штурмовая бригада опубликовала видео из подвалов Авдеевского коксохимического завода. Сегодня бойцы уже в стабилизационном пункте ВСУ, где раненым оказывают помощь. Украинские войска начали выводить из Авдеевки, когда дорога из поселка Ласточкино оказалась под контролем армии РФ. Именно эта трасса, как и сама Авдеевка, имели стратегическое значение для Украины в перспективе возвращения захваченных с 2014 года территорий. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отход ВСУ на несколько километров от Авдеевки еще не означает полную потерю этого населенного пункта. Для Украины Авдеевка важна как крупный железнодорожный узел, мощный промышленный центр, а также как постоянная потенциальная угроза для позиции армии РФ, которая располагалась буквально в паре километров от ВСУ. Недалеко от Авдеевки проходит дорога, соединяющая Донецк, Горловку и Луганск. Если бы украинские войска ее перерезали, это значительно усложнило бы логистику путинской армии. Но теперь дорога под контролем россиян, и для них открываются новые направления. Для российской армии это улучшение логистики вокруг Донецка. Больше возможностей для перемещения, дополнительные дороги открываются, дополнительные возможностей для маневров и так далее. Вот в этом заключаются одни из последствий в военном плане для взятия Авдеевки для российской армии. Итог Авдеевской операции для Украины – это в первую очередь цена, которую заплатила Россия, пытаясь захватить населенный пункт. С начала октября 2023 года путинская армия потеряла на Авдеевском направлении тысячи солдат и сотни единиц техники. Авдеевка четыре месяца истощала вражескую армию и максимально снизила наступательный ресурс российских регулярных сил и наемников. Таким образом, не дав им возможности подготовиться к еще более масштабному наступлению. Ворог поніс величезні втрати, которые для него, сподіваюся, станут много в чем непоправными. Я говорю и про особый склад, я говорю, звичайно, и про технику. Росіяни сьогодні дуже багато кричать про котли, про все інше. Дуже простой аргумент, аби це мінуснути. Дуже багато полонених взято з російського боку, нам в обмінний фонд, що говорить про те, що війська не тікали, війська організовано виконували бойове завдання від коду і найголовніше збереження життів наших побратимів та посистів. По мнению некоторых аналитиков, Авдеевка – це важний узел, который соединяет северные і южные райони оккупированного Донбасса. ВСУ превратили його в свій укрепрайон ще в 2014 році. У українських воїнних була можливість зі сторони Авдеєвки захищати захваченні Донецьк, Макеєвку і Синоватую. Тепер, коли місто якоби перешел під контроль російських воїнних, вони можуть попытатися выровняти линію фронта. Тобто дійти до сіл Орловка, Бердича і Семеновка. Але використовувати промисленний потенціал Авдеєвки, звісно, вже невозможно. Ворог не зможе жодним чином використовувати потужності або ті плюси, які могли бути в нього від захоплення Авдеєвки. Тому що ворогу вдалося зайти на ці руїни лише завдяки тому числі використанню авіаційного озброєння. Тобто місто зрівнялися, його просто стерли, розтрощили. Вони прийшли на руїни, на попіл. І використати можливості промислові виробничі Авдеєвки не зможуть. Як будуть развиваться события в ближайші дні на Авдеєвському направлії, зависі от ресурсів ВСУ, які зараз знаходяться на підготовленних зарані позиціях. Тем временем в Z-пабликах вже розгоняють победоносні сообщення о финальній битві і о тому, що очередной український город пал під натиском армії РФ. А що ви думаєте об цьому? Пишіть в коментаріях, діліться цим віддію з друзіями. І підписуйтесь на наш Ютуб і Телеграм-канал. Дякую за перегляд!